Привет, зритель! Сегодня все для тебя. Выпуск без рекламы. Выпуск будет большим, потому что я так неудачно вышел из отпуска, что после него сразу попал на больничное. Но ничего, все, слава богу. Кондиционерная простуда каждому знакома. Начну, конечно же, с фан-айди. Сначала с фан-айди анекдота. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка и некогда моя хорошая знакомая, а сейчас мы давно не виделись, переписываясь последний раз полгода назад, Светлана Журова сообщила, что проблемы с получением фан-айди у некоторых граждан, наверное, связаны с тем, что они улыбаются во время фотографирования. А улыбаться во время фотографирования на фан-айди, оказывается, нельзя. Ну, что сказать? Россия для грустных. Вообще, вы серьезное дело. В футбол идете, сделайте хари кирпичом. Правильно, чтобы вас узнавали, чтобы можно было как-то все это понять. Светлана Журова сказала, что просто никто не читает инструкции, а вот она прочитала инструкцию. Там написано, что белый фон и не улыбаться. Светлана, не читайте инструкции, просите Конституцию. Вам, как депутату Госдумы, это очень и очень поможет в очень многих вопросах, мимо которых вы проходите. В ближайшие выходные стартует чемпионат России по футболу. Смотреть его будет, конечно, не так интересно. Качество не может не упасть в связи с отъездом множества легионеров. Да и чемпион уже известен. Это, в общем, для кого не является секретом. Но у меня есть один лайфхак, который вам сейчас подарю. Как сделать просмотр чемпионата России более интересным и легким для себя. В этом вам поможет, в частности, мой постоянный партнер, буквистская компания Фонбет. Вы же можете сделать ставочку, и тогда для вас в каждом матче появится чуть больше азарта. Конечно же, помните, что это игра. По промокоду УТКИН всем новым игрокам доступен фрибет в 2000 рублей. Скачивайте, получайте деньги на счет и развлекайтесь. Подробности в закрепленном комментарии. А теперь поехали. Строго говоря, сезон уже стартовал. Я совершенно не разделяю мнение ни одного из четырех комментаторов Суперкубка России на Матч ТВ о том, что этот матч как бы продолжение предсезонки, может быть, ее завершение, или какая-то вот такая, ну, что-то такое фестивальное, или что-то такое праздничное. Праздник бывает, когда кто-то уже стал чемпионом и получил право сыграть за Суперкубок перед началом следующего сезона. Вот это действительно праздник. А мне кажется, что это как раз начало сезона и очень даже интересное. Если рассматривать это как неофициальный матч, то какой смысл имеет вообще его разбирать, какой счет обсуждать и так далее. Голов было ровно по количеству комментаторов, которым почему-то теперь принято гордиться. Кстати говоря, мне это не очень понравилось, но я не хочу на этом сейчас концентрироваться, потому что вы опять сказали, что я зануда, что я документы куда-то не взяли, я теперь на это все отдуваюсь. Собственно говоря, я даже просто не согласен с тем, что комментаторов было четыре. Комментатор там был один, еще один бывший, и два человека были совсем не комментаторами. Но на этом просто и остановимся. Итак, игра, которую я не склонен недооценивать. Пожалуй, в отношении оценки «Спартака» мне ближе все мнение Вадима Лукомского, который считает, что «Спартак» сыграл в общем неплохо, но неправильно по игре. То есть он пытался сыграть в тот футбол, который собирается показывать в большинстве матчей в чемпионате России. То есть как бы играл от себя. А «Зенит» нельзя не учитывать. Хотя бы потому, что «Зенит» безусловно сильнее всех остальных команд по всем практически компонентам. В этом смысле Вадим меня немного опередил. Я с удовольствием на него ссылаюсь и рекомендую вам для чтения его телеграм-канал, как и мой, кстати говоря, настоящий радио «Уткин» с синей галкой. Он так называется. Синяя галка, ну пьющая женщина, блин, ну проблема женского алкоголизма. Правда, я бы не хотел говорить, что в первую минуту «Спартака» что-нибудь получалось. Потому что зачем сказать, что получалось, если на самом деле команда за 90 минут так и не попала в створ ворот. Да, действительно, есть масса интересных моментов. В том числе интересный момент с нарушением на Зиньковском штрафной. Потому что практически все признали, что решение было принято ошибочным. Мне кажется, прав в этом решении был только один Маскалев. Он, видимо, понимал, что пенальти поставить нельзя. Ну, просто нельзя и все. Ну, неприлично, понимаете. Ну, нельзя портить людям праздник. У них и так отняли бы возможность послушать Шнурана на Суперкубке. Многие радиоты, уверенно, приходили. Но Маскалев был самым умным в этой ситуации. Почему? Потому что он не пошел смотреть повтор. И теперь можно говорить, что вот такой удивительный был Карасев, который занимался варом. И вот так вот прям прекрасно. А Маскалев как бы и не при делах. Ну, что бы делать? Ну, не заметил нарушение правил. Если кому-то кажется, что если вратарь Адоевский, прыгнув в ноги за мячом и не достав мяч ранее, чем ноги, сначала попал в своего футболиста, а уже потом через своего футболиста упал Зиньковский. Вот кому-то кажется этот аргумент. Представьте себе простую ситуацию. Допустим, бьется штрафной в сторону ворот Зенита со средней дистанции. То есть, стенка стоит уже внутри штрафной. Стоит стенка, и к ней с одной стороны плотно примыкает Спартаковец. Я знаю, что по правилам так нельзя, но предположим. Вдруг вратарь Адоевский или любой другой выбегает из ворот, забегает с зенитовской стыкой до стенки и толкает ее в сторону. И падают все. Спартаковец последним. Вы что думаете, это не пенальти? Это, конечно, пенальти. Просто можно сбить футболиста своими руками, а можно сбить ногами своего товарища по команде. Это более сложный прием, и приятно, что в Адоевске есть такие интересные скиллы. Вообще, в этой армии очень симпатичен. Но, тем не менее, пенальти там, конечно, был. Но неважно. Там, в конце концов, три мяча уже было забиты. Просто мы понимаем, что теперь даже при этом счете ставить пенальти в ворота хозяев, если это правильные хозяева, уже не полагается. Игра с зенитом мне понравилась довольно сильно. Сразу, в общем, видно здравый смысл. Посмотрели, во что будет играть Спартак. Ну, мало ли во что. Тренер-то новый. Состав, в общем, понятно, довольно молодой. Короче говоря, в общем, довольно очевидно было, что наверняка будут проблемы на стыке между обороной и средней линией. Вот как раз вот тут и будет, собственно говоря, разрыв возникать, если быстро приходит оборона в атаку. И вот они посмотрели, что на что Спартак способен, и включили именно этот простой ход. И к этому Спартак не то, чтобы оказался не готов, но, в общем, оказался не готов этому противодействовать. Возможно, и задумывались они о том, что такое возможно. Но вот ничего поделать оказалось нельзя. Сильнейшему, к тому же, часто везет. А кому повезет, у того и Иван Сергеев из-за штрафной забьет. Ведь до этого момента, в предыдущий раз, в своей карьере Иван Сергеев забивал из-за штрафной, аж еще играя за Строгино. Он тогда еще даже не был лучшим бомбардером московского торпеда. Он тогда еще не переходил в крылья и не становился кандидатом в сборную России. Но вот ударил и попал. Это даже может быть до некоторой степени не очень хорошо. Потому что от Сергеева ждали-то, в общем, несколько минуток другой игры. Того, что он будет цепляться в штрафной из-за мячей. А это у него не получалось. Но парень нашел выход. Посмотрим, что у него будет получаться дальше. Или вот здесь, допустим, гол Венделла, положенный прямо под штангу. Да там, в общем, если бы он в этот момент не пробил, или пробил бы доступно для вратаря, его бы никто в этом не обвинил. Но удар получился совершенно идеальным. Везение это. Это и мастерство. Но и везение в этом тоже определенное есть. Факт заключается в том, что игроки у «Зенита», безусловно, ну, просто на порядок лучше практически каждый на своей позиции игрока Спартаковского. Ну, может быть, за исключением позиции Георгия Джики, потому что у «Зенита» в центре обороны играли не самые сильные футболисты. Кроме того, «Зенит» не просто забил четыре, а вот первые три гола он забивал еще и очень вовремя. Потому что второй последовал сразу же за первым, что называется, не дав очухаться. И третий гол оказался забит сразу же в начале второго тайма. Ну, представьте, там сидели, настраивались, настраивались. Гильермо Абаскаль там, я уверен, что-то там корректировал. Вы замечали, что корректируют вообще только тренеры и артиллеристы? Вообще, в обычной речи этот стол больше никогда не используется. Ну, да ладно. Тем не менее, класс есть класс. Как команда, так и игроков. Кроме того, того состава, которым можно было обыграть «Спартак», у «Зенита» аж два. И вот в этом мне видится единственная проблема «Зенита» и перспектива роста. Потому что два состава, согласитесь, это все-таки мало. Ведь можно и должно доводить ситуацию до того, среблянник совершенства, оно практически безограничено, чтобы вообще любой человек на трибуне был заявленным игроком «Зенита». Ну, то есть, получается, еще нужно докупить примерно 1050 игроков. Это, в общем, вполне возможно. И это совершенно разумно мне представляется. А мало ли что случится. Ну, как вот играть в чемпионате и Кубке России, и, может быть, еще Кубке РПЛ, и у тебя всего лишь два состава. Ну, это невозможно, понимаете? А если будут травмы? А если будет эпидемия? А если будет что-нибудь еще? А если понос? В общем, короче говоря, ребята, маловато у вас игроков. Вы еще купите, но еще, по крайней мере, состава на четыре. Мы с таким удовольствием будем за всем этим смотреть, честное слово. Тем более, что некоторые футболисты достаются вам так недорого. Привет, Алексеевич Турминов. Следующей интересной проблемой, которая обсуждалась, ну, или случилась, она, впрочем, продолжает происходить, такая вялотекущая проблема, стал Кубок РПЛ. Я все ждал, когда же против этого взбунтуется Матч ТВ. И как только появилось сообщение в телеграм-канале Василия Конова, которое я не рекомендую вам читать, но, пожалуйста, хотите, читайте, в конце концов, у вас много свободного времени. Вот. Короче говоря, естественно, Матч ТВ должен был по этому поводу возбухнуть. По очень простой причине. Потому что это ломает его эксклюзив на показ российских соревнований. Что, кстати говоря, безусловно, очень важно. В частности, владельцу Матч ТВ, чего никто никогда и не скрывал. А тут получается какой-то Кубок РПЛ. Сейчас будет кто-то его показывать, понимаете ли. Возможно, не матч. Возможно, у матча просто больше нет на это денег. Короче говоря, вот мне очень понравилась аргументация о том, почему Кубок РПЛ не нужен. Может быть, мы сперва разберемся с двумя нашими турнирами, которые у нас уже есть. Друзья мои, ну, во-первых, у меня на этой одежды нет никакой. Уже так давно пытаются разобраться. И лучше, в общем-то, особенно сильно не становится. Я бы хотел сказать, наоборот, было бы интересно начать некий новый турнир с нового чистого листа. Вот это было бы действительно интересно. А потом, ну, вот почему, допустим, третий турнир звонить нельзя, а четырех комментаторов сажать надо, и надо считать это успехом. Независимо от того, как они отработали. Я совершенно не понимаю, в чем здесь какая-то логика заключается. Но Демарш был вполне ясен, он вполне предсказывался. Там, кстати, еще один был замечательный аргумент. И именно у Конова, который говорит, а за что играть в Кубке РПЛ? Только за деньги, что ли? Друг мой, сам-то что, не только за деньги работаешь? Ну, что ты? Да, за деньги. Да, блин. Да. Для того, чтобы игроки были заняты, чтобы на стадионе работали большее количество матчей. Чтобы деньги приносили. Чтобы пиво там продавали, опять же. Вот для этого всего и надо. Ты спроси еще, зачем пиво нужно на стадионах продавать? Для денег? Ну, ты что же мне? Пиво надо пить совершенно для другого, скажет вам любой, так сказать, специальный эксперт, приглашенный известной телевизионной компанией. Ну, почему вы смеетесь? Неужели вы не можете представить себе человека, который всегда возьмется вам объяснять? Уж не знаю, объяснит ли, но объяснять точно возьмется, что пиво пьют люди совершенно не для того, чтобы немножечко закружилось в голове и поднялось настроение. Конечно же, нет. Вот, например, если судить по физиономии моего любимого телеведущего Антона Анисимова, пиво существует для того, чтобы рыгать. Две версии я вам уже предложил. Оставляйте свои версии в комментах. Для чего нужно пиво, если не для первого и не для второго? Перейдем, тем не менее, к прочим командам и составляющим. Ну, вот я, например, понимаю, почему «Зенит» выступает против Кубка РПЛ. Ну, потому что у него элементарно мало игроков на три турнира. Ну, вы же сами понимаете. Об Кубке РПЛ никто не предупреждал. Тогда нужно, получается, срочно комплектоваться. Уже, в общем-то, и не осталось клуба необобранного в России. Вот он скажет, что деньги за это платит. Деньги, конечно, платят, но деньги же сами по себе в футбол не играют. Вам в «Зените» то же самое, кстати говоря, скажут. Чтобы деньги играли в футбол, их надо кому-то заплатить. Нужно либо тренера найти, либо игроков, либо заплатить их в суде. Ну, впрочем, это не важно. К сути дела это не относится. Посмотрим. Ждать осталось недолго. В конце концов, 15 июля судьба Кубка РПЛ должна как-нибудь уже решиться. Ну, а мы послушаем и, естественно, прием как есть. Просто в случае чего по зубоскалим. Вот насчет глагола «зубоскалить» и фамилии спартакского тренера пока еще никто не выпендривался. Я вам дарю такую возможность. Я вот эти два слова пока не связываю. Что касается «Спартака», в принципе, интересно будет посмотреть на него в чемпионате, потому что, кажется, во что-то он все-таки собрался. Посмотрим, хватит ли на это терпения. У болельщиков, у хозяина клуба, у его, соответственно, хозяйки, вот, хозяина. И, ну, у всех остальных. Думаю, будет нелегко. Но это нелегко, конечно, несопостаёмо с тем, что происходит сейчас в «Динамо» и ЦСКА. У «Динамо», слава богу, хотя бы три защитника всего лишь на все уехали. Ну, прямо скажем, Ивана Ордица можно было давно считать уехавшим. Он украинец, он не играет за «Динамо», начиная с 24 февраля, как и другие украинские футболисты многие. По-моему, все, которые играли. Но неважно, вы все это прекрасно знаете, понимаете и прочее. У Евгеньева заканчивался контракт. И, в общем, по крайней мере, ситуация была под контролем у «Динамо», она не спонтанная. А вот отъезд Бальбуэны, он, конечно же, в общем, наверное, ставит серьёзные проблемы. Защитник там сейчас один остался, по-моему, фамилия Сазонов. Ну, в общем, в конце концов, это и неважно. Это, разумеется, не та группа обороны, с которой можно начинать сезон. Тем более, если в этом сезоне ещё играть каким-то особенным образом. Например, высоко вступая в прессинг, высоко и обороняясь. Для этого, в общем, нужно как минимум наигранное сочетание защитников. Об этом сейчас уже говорить не приходится. Есть в этой истории забавное обстоятельство. Потому что сейчас, если кому нужен защитник в российском футболе, все сразу смотрят в район Ростова. Там же есть Осипенко, игрок сборной России, который пока не функционирует. И в Ростове тоже улыбаются и сразу говорят «10». И разговор на этом, как правило, заканчивается. Ну, действительно, дороговато, что поделать. А вот такая ситуация. Защитники начнут в дефиците. Ну, у «Динамо»-то, ладно, некому играть в одной защите. А вот у «ЦСК»-то вообще некому нигде играть. Остался из футболистов Караскаль, до Девеев, до Акинфеев, до Заболотной. Вот еще Ветричалов вернулся. Тоже, в общем, согласитесь, такой кот в мешке своеобразный. И в результате, а кто еще? Да, в общем, по большому счету, шаром покатим. А, еще есть Абликов, да. Но, тем не менее, два игрока, в том числе Джуки, решили приостановить контракты. Ахметов, у него контракт закончился, и он уходит. В общем, казалось бы, можно кого-то купить взамен ушедших. Но ведь и их покупали недешево, а ЦСКА-клуб не самый богатый, да еще и их главный партнер ВЭП находится под санкциями. В общем, короче говоря, очень сложная ситуация для тренера Федотова. Ну, а поскольку всем вам очень нравится тренер Федотов, а не нравится только одному мне, то я даже не буду вам ничего говорить. Вы сами знаете, что он совсем безусловно справится. А я расплагаю всего лишь еще одним экспертным мнением. Я, честно сказать, считаю, что все это всегда очень относительно. Но вот если вы смотрели выпуск Комменшоу с Курбаном Бердыевым, если нет, я вам горячее рекомендую, так вот Курбан Бердыев сказал, что, по его мнению, Федотов несколько переоценен, потому что, в общем-то, это тренер, которого сделали игроки. Посмотрите, как это расшифровывает Бердыев. Я его просто цитирую в данном случае. Мне эта фраза самому не очень понятна. Но, тем не менее, на лучшем опровержением слова Бердыева будет, конечно, ситуация, когда вот ЦСКА еще остался без кучи важных и нужных игроков, игроков, на которых рассчитывали тоже. И вот Федотов оказался вот здесь тренером ЦСКА. Вроде как даже и не на повышение пошел-то, согласитесь. Вот и посмотрим. А так-то ситуация в ЦСКА, конечно, хоть плач. Хоть Ивана Федотова, хоть он и не футболист, можно вызывать из воинской части. Благо, все-таки армейская команда, какие-то возможности этого наверняка существуют. Я скажу пару слов о ситуации с Иваном Федотовым, потому что он, конечно, хоккеист. Но дело в том, что ситуация, в которой он оказался, мне может оказаться и футболист тоже любой. Практически любой, правда же? Мне кажется, что это типичный пример избирательного следования закона. Если закон для всех, то почему ему не следуют все? Почему даже те, кто сами косили от армии законными, полузаконными средствами, говорят, что это закон, все должны служить и так далее? А что, все служили, что ли? Кирилл Капризов когда служил у нас, например? Или, например, кто еще? Ну, вот, например, Круговое и Мостовое у нас служили когда-нибудь? Тоже ведь вроде бы не служили. Но, тем не менее, играют каким-то образом. Ну, что такое? Я как раз считаю, что так и надо. И не потому, что я призываю вас к нарушению закона. Нет, отнюдь. А потому, что если что-то возможно для одних, то свободность в стране должна быть возможна и для других. А это, еще раз повторюсь, типичное, вот такое избирательное, мстительное. Не знаю уж, кому он там дорогу перешел, Иван Федотов. Рабинир вот говорит, что он кому-то нахамил. Ну, я вообще каждую неделю кому-то хамлю. Что же мне теперь? Ну, правда, мне 50 лет, мне только проще хамить в этом отношении. И, вне всякого сомнения, я согласен с теми, кто удивлялся. Ну, как же так? Никто из хоккеистов в рта не открыл, чтобы поддержать человека хотя бы морально, не то, что физически и так далее. Изменилась ситуация. Поднял голос капитан Салават Елаева Григорий Панин. Не знаю вообще такого человека. Знаю, что есть такой хоккеист. Если не ошибаюсь, капитан Салавата. Григорий, ты просто молодец. А вообще, на самом деле, ну, может быть, вы съездили бы навести, или хотя бы Ивана Федотова в части-то. Это ведь разрешено. Тем временем против фан-айди взбунтовалась практически сама природа. Мы уже можем вполне считать цифровые потоки и системы частью природы, потому что это также неотделимо от нашей жизни. Оказалось, что фан-айди многим людям практически невозможно получить. Мне кажется, что это скрытая поддержка системы и протеста фанатов. То есть, система тоже сама понимает, что ей тут, в общем-то, не место. Но, в конце концов, может быть, я переоцениваю возможности искусственного интеллекта. Если в первые дни госуслуги просто в отношении фан-айди совершенно не работали, и можно было заполнять заявку, не переставая это делать, до 20-25 минут, дальше обычно все сдаются. Ну, потому что, в конце концов, человек, компьютер не победит. То теперь выясняется, что, оказывается, есть огромное количество ограничений, косяков или багов. Сейчас я не поймешь, баги это или ограничения. Одни валют на других. Баги на ограничения, ограничения на баги. И вот, например, не удалось оформить фан-айди дочерям Валерия Карпина. Убейте меня, вот будете меня убивать, захотите моего признания. Я все равно не соглашусь, что дети, ну, по крайней мере, до 10 лет вообще надо оформить фан-айди, если они приходят на футбол с родителями. На кой вообще-то нужно? Зачем? Ведь фан-айди вводятся для безопасности, как говорят сами водители. Ну, у нас много кто любит кому-нибудь ввести. Это, в общем, правда так, без спроса. Но даже сами они говорят, что это все для безопасности. Окей, дети, 10-летние с родителями. Кому они могут угрожать на футболе? Никому. И на что это все указывает самым первым делом? Да просто на то, что такие меры, даже если их вводить, нужно сперва обсуждать. Во-первых, промерность их введения. Во-вторых, в каких именно участках они вводятся. Но этого же никто не делает. Ну, вот так и живем. К сожалению, со времен предыдущего опуска в футбольный клуб прошло почти две недели, и я не смог ответить сразу оперативно. Прямо я переберегал это. Я бы не хотел это сделать устно, и тоже в футбольном клубе не успел рассказать вам, что я думал по поводу слов замечательного агента Алана Агузарова. Если помните, речь тогда зашла об Иване Игнатии, молодом нападающем, который очень много забивал в юности. Обещалась ему, в общем, хорошая карьера, и в этом мало кто сомневался. Но потом он решил сменить агента. В общем, была довольно интересная ситуация. И тогда я ему сразу сказал, что ничего с этого путного не получится. И сейчас вернулся, естественно, к этой теме, поскольку Иван Игнатьев действительно пока такой совершенно неполучившийся, постоянно, как бы сейчас сказали в новостях, прогрессирующий в обратном направлении футболист. И хотя в этих словах вообще все правда, Алана Агузаров взбунтовался и сказал что-то вроде того, что мнение всяких уткиных и ему подобных не интересует, и пусть они дальше сидят на своих откормленных продажных задницах. Ох, как я люблю эти выражения. Алана Агузаров, ведь вы прекрасно знаете, что подобных мне нет. Это раз. Во-вторых, откормленная задница вашего нападающего, которая действительно превышает все мыслимые размеры для футболиста, должна интересовать вас гораздо больше. Правда, продажной я не знаю, потому что давно никто не покупал эту задницу, и есть сомнения, что купит. Но самое главное, разве вы не замечаете, я предупреждал вас уже давно, я когда-то держал эту тему в течение трех выпусков футбольного клуба, трех недель, по окончании чего, кто-то неизвестный, разумеется, никак не связанный с Аланом Агузаровым, плеснул мне в лицо газом черемуха. Ну, это, в конце концов, полная ерунда, понимаете? Правда, это весной время черемухи, которое могло быть букетом, уже прошло. Ну, разве ж не видно, что практически все футболисты молодые, которые оказались под руководством Алана Агузарова, их карьера оказалась в его руках, все они деградировали. Ну, вот Магомед Шапи Сулейманов, кстати говоря. Замечательный парень, но ведь что есть, то есть. Я думаю, что Алан Агузаров делает с ними что-то особенное. Должен быть у человека свой собственный талант, и я подумаю, что для этого пора приметь некий собственный термин. Возможно, об этом когда-то будут написаны исследования. Вот все знают, что такое абьюз, правда? А тот человек, который, собственно говоря, применяет абьюз, он является абьюзером. Мне кажется, что мы имеем дело с агентом-агьюзером. И то, что он делает со своими подопечными, не что иное, как агьюзинг. Очень загадочное явление, большой талант у человека. Пожалуй, только больший талант на такие странные вещи, только у Тина Канделаки, которая умеет говорить глупости просто без всякого завода, просто не без причин, на ровном месте. Например, она сказала, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который должен был быть проведен в этом году, был бы первым в истории российского футбола и спорта. А всего прекрасно знать, что это не так. Просто взяла и перечит. То есть, Ктери, значит, не поскальзывался, Роналду, значит, не забивал, в Москве, значит, дождь не шел, и Фергюсон под ним, значит, тоже не мог. В общем, какая-то странная история получается. В общем, ну, что сказать, талантливая девушка. Как вы понимаете, в такой точной формулировках и обожающий футбол человек Актина Кандлаки, разумеется, тоже всецело за введение фан-айди. Вернее, фан-у-иди. За эти две недели у меня накопилось много шуток, в голове много иголок под языком, как это называлось в свое время у Киплинга Маугли. Но не забывайте, что есть же еще и мой телеграм-канал, где я, в общем, отчасти их уже выкладываю от нетерпения порой. Вот, например, по тому, что в Санкт-Петербурге, в Зените оказывается почетно называться скорострелом. При том, что, в общем, любая женщина в России вкладывает в это слово совершенно определенные смыслы. Это когда получается только один раз, и это глубоко эгоистично и недолго. Так что вот подписывайтесь на мой телеграм-канал, который на минувшей неделе получил вот такую вот премию, как лучший спортивный телеграм-канал года. Премия рейтинга букмекеров, собственно говоря. Видите, какой он такой, он может быть блестящий, он уже захватан. Это потому, что мы гордимся этой премии, потому что все сразу... В общем, все в итоге получается нормально. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Как вы уже знаете, он настоящий радио Лодкин с синей галкой. Европа как-то не радовала событиями на минувшей неделе. Объявили о нескольких трансферах состоявшихся, но о них, фактически, про всех было известно заранее. Просто о том, что трансфер, переход завершился, всегда объявляют в начале июля, потому что с 1 июля как бы начинается новый финансовый год. Поэтому я выделю три яркие новости, которые меня особенно задели, поразили. Да, о переходе Погуба в Ювентус тоже было известно довольно давно, но это сопровождалось такими занятными приколами в СММ Ювентуса и в собственных соцсетях Погуба, что, по-моему, это получилось весьма и весьма живенько. На второе место я поставил бы фотографию футбристов Тоттенхэма, которые валяются на поле и некоторых даже тошнит, после того, как в конце двухчасовой тренировки тренер Антонио Конте предложил им 42 раза перекрыть поле вдоль. В моем понимании, то есть если приложить это, собственно говоря, ко мне, такое задание было бы самым верным способом послать меня на долгую и мучительную смерть. А вообще нет, недолгую, очень-очень недолгую. Ну и еще одна новость, конечно, это начало работы Тенхага в Манчестере Юнайт, это он много уже чего наговорил, а еще больше всего разного сделал. Говорят, у него большие полномочия. Он даже регламентировал сначала то, что футболисты должны есть все вместе обязательно в одно и то же время. Принес тренировки на более раннее время, как было при царе Алексе Фергюсоне. Тот, видимо, рано вставал, ну, по-стариковски. И самое главное, что теперь во время еды футболисты не имеют права пользоваться телефонами. Представляете, мама, извини, я не мог взять трубку, я ел. Ну, любая мама тут, в общем-то, обидится. Но нам стало известно, что Тенхаг собирается ввести еще одно ограничение. Мой личный инсайдер в Манчестер Юнайтед сообщает, что следующим решением Тенхага должно стать требование всем футболистам пользоваться одним и тем же дезодорантом. Ну, потому что, согласитесь, некоторые пользуются резкими, некоторые вообще никакими не пользуются. и то, и другое может кого-то бесить. А вот когда у всех один дезодорант, когда все пахнут чем-то вот одним, единым, это так укрепляет дух команды. Это, собственно говоря, и создает дух команды. Дух команды может быть создан, в принципе, даже дезодорантом. Для меня это слишком глубокомысленно. До свидания. Галка Синя о радиоутке настоящей и в хорошей форме. Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Здесь этот мир карьбачок. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб.